Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейщий Ди. Четвертая фаза бычьего цикла – это самая параболическая часть рынка. И биткоин сейчас находится на грани потенциального перехода в эту фазу. Но когда это произойдет? Взгляни на другие четвертые фазы бычьих циклов, которые уже были в истории биткоина. 2013 год. Как только мы пробиваем вот этот уровень Фибоначчи, начинается четвертая фаза бычьего рынка, и она становится абсолютно параболической. 2017 год – та же картина. Как только мы пробиваем этот уровень Фибоначчи, начинается четвертая фаза бычьего рынка, и она является самой параболической. 2021 год не стал исключением. Как только мы пробили этот уровень Фибоначчи, мы перешли в четвертую фазу рынка. И взлетели с 19 тысяч долларов до 69 тысяч долларов. А это означает, что четвертая фаза взрывная. Она монументальная и легендарная. Именно ради нее мы и накапливаем биткоин и альткоины на медвежьих рынках целыми годами. Но собирается ли биткоин сейчас перейти в четвертую фазу? И когда мы можем ожидать начала этой фазы, самой параболической, самой захватывающей части любого бычьего рынка? В сегодняшнем видео мы разберем это шаг за шагом. Досмотрев это видео до конца, ты получишь полную ясность картинки. А также сможешь прикинуть свой план действий на ближайшее время. Но прежде чем мы приступим, не забудь передать за проезд 1 лайк коин. Передал? И если ты тут впервые, подпишись на канал. Здесь мы регулярно говорим о самом главном из мира криптовалюты, финансов и экономик. И кстати говоря, большое спасибо за такую безумную поддержку на прошлом видео. Если не смотрел его, посмотри его по ссылке в описании. Итак, это месячный график биткоина против доллара США. Перед нами все исторические ценовые действия биткоина, описанные уровнями Фибоначчи. Это 2013 год, 2017, 2021 и наконец наш текущий цикл прямо сейчас. Как получить такой график? Просто выбираем инструмент Фибоначчи на TradingView вот здесь. Здесь растягиваем его от пика цикла до дна цикла и обязательно убеждаемся в том, что у нас включен логарифмический масштаб графика. Настроив все это, мы получим примерно такую картину, на которой ты легко можешь заметить, что каждый раз, когда цена биткоина пробивала вот этот красный уровень, наступала четвертая фаза буллрана. Так было в этом цикле. Мы пробили этот красный уровень и наступила четвертая фаза. Так было в этом цикле. Мы пробили этот уровень и наступила четвертая фаза. И в этом цикле произошло то же самое. Фазы до этого от первой до третьей тоже были бычьими, но они и близко не стояли рядом с четвертой фазой, Потому что четвертая фаза самая параболическая. Именно в этой фазе биткоин решительно пробивает сопротивление пика предыдущего цикла. Это вот этот красный уровень Фибоначчи. Это пробитие приводит к тому, что биткоин больше не встречает сопротивления, так как здесь больше нет никакой истории цены. И поэтому мы летим вверх здесь, здесь и здесь. Также на графике можно заметить несколько других интересных инсайдов. Первый. Биткоин каждый раз достигает вершины рыночного цикла на очень конкретном уровне Фибоначчи. В 2013 году, например, мы достигли вершины цикла на уровне 2,618 по Фибоначчи. Вот здесь. В 2017 году мы достигли вершины близко к этому уровню. А в 2021 году мы достигли вершины на уровне 1,618 по Фибоначчи. 2025 год все еще открыт для обсуждения, так как он еще не наступил. Но мы можем сделать вывод, что возможно мы будем достигать вершины этого цикла как раз таки на этом уровне 1,618. Но об этом мы поговорим в одном из следующих видео. Это видео посвящено четвертой фазе, самой параболической части бычьего рынка. Давай разложим ее по полочкам. Перед нами дно каждого рынка, которое находится ниже уровня 0,382 по Фибоначчи. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. На этом графике оно выделено красным прямоугольником. Итак, цикл 2013 года. Дно находится в красном прямоугольнике под уровнем 0,382 по Фибоначчи. Что мы видим в 2017 году? Дно рынка находится в красном прямоугольнике ниже уровня 0,382 по Фибоначчи. А что было в 2021 году? Мы видим дно рынка, которое находится в красном прямоугольнике ниже уровня 0,382 по Фибоначчи. Каждое дно рынка имеет сопротивление именно на этом уровне Фибоначчи, который здесь отмечен зеленым цветом. Наш текущий цикл ничем не отличается. Дно было найдено ниже уровня 0,382 по Фибоначчи и находится в этом красном прямоугольнике. Затем наступила первая фаза бычьего рынка. Она отмечена здесь желтым прямоугольником. Вот она. Это то, о чем я предупреждал всех еще больше года назад в этом видео. Я говорил, что в 2023 году рынок будет очень бычим. И все смеялись надо мной. Теперь мы можем понять, о чем я говорил. Сейчас мы находимся в самом разгаре. Вот почему, когда мы находились вот здесь, я говорил, что выходить из биткоина более рискованно, чем входить в него. Я отталкивался в том числе от 200-недельной средней скользящей, ведь если мы находимся ниже нее, идеальнее времени для покупки биткоина просто не найти. Исторически. Но первая фаза был рано. Это только фундамент для формирования бычьего рынка. Это фаза, когда рынок выходит за пределы сопротивления на дне и начинает формировать новую структуру рынка. Например, 2013 год. Желтый прямоугольник. Вот он. Это первая фаза. 2017 год. Желтый прямоугольник вот здесь. Это первая фаза. 2021 год. Желтый прямоугольник вот здесь. Это первая фаза был рано. В первой фазе мы двигаемся в боковом движении от 100 до 200 дней. Почему так долго? Потому что мы строим фундамент для бычьего рынка. Эти фазы в начале очень-очень медленные, но методичные. И только на четвертой фазе буллрана происходит параболический взрыв, который часто заканчивается blow-off топом или got candle. Ранее же фазы очень медленно развиваются. Вот почему люди до сих пор не верят, что мы уже находимся на бычьем рынке, когда биткоин находится уже в первой фазе буллрана, то есть в желтом прямоугольнике. Когда мы были вот здесь над ней, потом мы пробили это сопротивление и начали строить фундамент для основного бычьего рынка, вот здесь люди не верили, что это был ран. Вот здесь люди не верили, что это был ран. И вот здесь люди не верили, что это был ран. Все ждали, что биткоин будет падать дальше вниз чуть ли не до нуля. Открой любой форум по криптовалюте осенью 2023 года. Все думали, что мы упадем до нуля, биткоин будет ноль. Но нет, мы начали расти дальше. Итак, после первой фазы начинается вторая, которая здесь обозначена белым прямоугольником. Здесь она, здесь она, здесь она и здесь она. Вторая фаза значительно интереснее первой, ведь во второй фазе цена всегда движется к уровню 0.786 по Фибоначчи. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. И, кстати говоря, в этом цикле было то же самое. Мы видели такую картину постоянно. В 2013 году, когда мы перешли во вторую фазу, это привело к тому, что мы выросли к этому уровню по Фибоначчи. В 2017 году, когда мы перешли из первой фазы во вторую, цена выросла до этого уровня по Фибоначчи. То же самое было в 2021, мы выросли до этого уровня Фибоначчи. И в 2024 году мы выросли до этого уровня Фибоначчи после того, как перешли во вторую фазу. Именно на этом уровне мы снова встретили очень сильное сопротивление. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Затем, когда мы пробивали это сопротивление, мы переходили в третью фазу буллрана. Это фаза, в которой мы находимся прямо сейчас. Но четвертая уже видна на горизонте. Тем не менее, третья фаза еще более захватывающая, чем вторая. В третьей фазе цена достигает отметок пика предыдущего бычьего цикла. Посмотри, вот третья фаза. Мы достигли отметок предыдущего пика. Здесь было то же самое. Третья фаза закончилась тем, что мы достигли отметок предыдущего пика. И в 2021 году мы видели, как в третьей фазе цена достигла отметок предыдущего исторического пика. Что происходит сейчас? Происходит третья фаза, в которой мы достигли отметок предыдущего исторического пика. Именно на этом уровне, который здесь обозначен красной линией, мы сталкивались с самой сильной зоной сопротивления всего цикла. Каждый раз. В том числе и сейчас. В 2013 году вот эта красная линия. Здесь мы провели более месяца, пытаясь ее пробить. В 2017 году мы провели здесь раз, два, три, четыре. Четыре месяца мы пытались пробить эту линию сопротивления. Здесь мы провели тоже около месяца, чуть больше. И, наконец, сейчас, в 2024 году мы уже три месяца подряд пытаемся пробить это сопротивление. Три месяца подряд. И сейчас начинается четвертый. Это практически так же, как было в 2017 году. Четыре месяца подряд мы бьемся с этой красной линией. Точно так же, как и в 2017. Нам нужно, чтобы этот месяц, май, закрылся выше этой красной линии. И мы должны быть выше нее, чтобы продолжать расти дальше. Также нам нужен подтвержденный ретест этой линии после ее пробития. Успешный ретест после пробития будет очень большим, огромным бычьим сигналом. Эта красная линия сейчас, кстати, около 69-70 тысяч долларов. То есть, около отметок предыдущего исторического пика в 2021 году. Именно здесь мы столкнулись с большим сопротивлением в третьей фазе блурана. Ведь на этом уровне многие трейдеры видят какие-то свои разворотные паттерны. Вроде двойной вершины, даже тройной вершины. Поэтому здесь такое сопротивление. Нам нужно увидеть закрепление месячной свечи выше этого уровня. И успешный ретест второй месячной свечи для того, чтобы продолжать путь наверх. Но и это еще не будет полным подтверждением четвертой фазы. Если мы пробьем эту красную линию только лишь тенью свечи, а не ее телом. Это не будет подтверждением. Нам нужно именно тело свечи. Нам нужно увидеть нечто подобное, как в 2017 году. Смотри, мы пробили эту линию сопротивления, которая находится на уровне предыдущего исторического пика, первой свечой. А второй свечой подтвердили успешность этого ретеста. И только после этого началась настоящая четвертая фаза булрана, которая привела к бешеному росту биткоина, как ты видишь вот здесь. Итак, нам нужно, чтобы этот месяц, май, стал свечой прорыва этой линии, точно так же, как вот эта свеча вот здесь. А затем нам нужно, чтобы июнская месячная свеча успешно подтвердила ретест этого пробития, точно так же, как вот эта свеча вот здесь. Только после этого мы можем сказать, что биткоин перешел в четвертую фазу булрана. И что самое интересное, этот месяц заканчивается уже спустя 4 дня. В июне нас ждет 30 дней, а значит, доля четвертой фазы булрана решится через 34 дня. И это очень мало. Итак, биткоин находится у самого входа в четвертую фазу. Для этого нам нужно увидеть, как эта свеча закроется выше этой красной линии, а следующая свеча подтвердит успешный ретест этой красной линии. И только после этого мы увидим громадный параболический взрыв криптовалютного рынка. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok